всем привет друзья приветствую вас на канале ловим рыбу давно на улице уже идет сезон рыбалки по холодной воде и каждый ломает голову я думаю какую насадку на крючок насадить при ловле мирной рыбы по холодной воде рыба клюет неактивно нужно подобрать определенную насадку для рыбалки и сегодня хочу вам показать один забытый способ приготовления насадки для рыбалки на такую рыбу как карп карась лещ и другую мирную рыбу по холодной воде и так приступим к приготовлению для этого нам понадобится пару кусочков нарезного батона батон отделяем от шкурки нам понадобится только мякоть лишнего героя далее берем обычные пряники у меня такие вот маленькие они бывают разной формы разной величины и примерно в пропорциях один к одному добавляем пряников мякиш нашего хлеба так же самоломаем его и крешим с количеством применения данной насадки уже определяетесь каждый сам сколько вам надо приготовить идет такой пряничный аромат далее берем добавляем воду с водой главное не переборщить и все это тщательно перемешиваем создавая однородную массу у нас получилось однородная масса далее далее раз кисает сейчас вот такая вот кажется как вы понимаете данный ингредиент вы еще на крючок никак не насадите значит нам надо ему придать какую-то эластичную вязкость и для этого мы будем применять еще один ингредиент такой как манная крупа небольшими порциями добавляем манную крупу и все это тщательно хорошо вымешиваем манная крупа заберет себя лишнюю влагу и придаст эластичность нашему итак друзья тщательно вымешали тесто у нас получилось вот такую консистенции это тесто будет отлично держаться на крючке не нужно его забивать манкой сильно потому что тесто должно у нас быть мягенькая эластичная чтобы она неплохо растворялась в воде тем самым будет держаться на крючке и не спадать смотрите отлично катается в различных размеров шарики которые вам могут пригодиться от большого до маленького это тесто можно использовать для ловли как на поплавочную удочку так и для донной ловли данная насадка будет отлично держаться на крючке не будет спадать с крючка в детальном забросе также это тесто можно использовать в качестве прикормки набивая его пружину фидер и она будет растворяться воде давать своеобразную муть как манка так и остальные ингредиенты будут давать муть в воде который заинтересуется наш карп карась вещь это давно забытый способ приготовления которые и пользовались наши отцы и деды и при помощи этого теста они отлично проводили свои дни на рыбалке по холодной воде осенью вплоть до самого ледостава а также после схода до весной также это насадка может отлично работать в водоемах надеюсь данный рецепт приготовления вам пригодится ребята пользуйтесь экспериментируйте потому что рыбалка по холодной воде это очень трудоемкий процесс которым необходимо подобрать приманку для ловли рыбы поэтому на рыбалке нужно иметь собой огромное количество разновидных приманок которые вы будете насаживать на крючок и данный рецепт который очень быстро в приготовлении я думаю пригодится вам для рыбалки если вам понравилось наше видео обязательно ставьте класс а также посмотрите подписаны ли вы на наш канал или нет если не подписаны значит подпишитесь нажмите колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео про рыбалку на также пишите комментарии на какую насадку вы чаще всего ловите мирную рыбу по холодной воде и мы обязательно попробуем приготовить ее и попробовать на рыбалке на этом я сам и прощаюсь всем пока а